В ГУТУ с лекцией выступил Патрик Брандт, член общества нефтегазовых инженеров СПИ. Своим опытом в области добычи сланцевой нефти Брандт поделился со студентами. Я работал над технологиями бурения под давлением более 20 лет. Я понимаю, какие преимущества у нее перед другими способами. И это стало моей страстью. И пока я не вышел на пенсию, я стараюсь донести мои знания до остальных. Именно со сланцевой нефти, о которой рассказал лектор, связывают свое будущее крупнейшие игроки индустрии. Над разработками в этой области трудятся ученые, инженеры многих российских и американских компаний в режиме конструктивного диалога и обмена опытом. И вот я сейчас дал предложение тоже, поскольку я работаю в нескольких компаниях, являюсь тоже членом СПИ и так далее. Вот у меня как бы есть даже продолжение презентации, которые я делал на ЕДЖИ в Санкт-Петербурге, была два года назад конференция. И там как раз продолжение, как используют эти технологии. Для лектора этот визит в Россию далеко не первый. Еще в 20 веке он вместе с отцом оказался в СССР, благодаря партнерской космической программе США. Мой отец был астронавтом, который участвовал в совместных космических миссиях «Союз Аполлон». Так что еще в 1975 я приехал в СССР и даже смог по нему путешествовать. Лекции специалистов СПИ в Ухтинском вузе — часть ежегодной программы, которую реализуют региональные секции общества. Наши студенты ждут и другие научные события. Ну, у нас есть еще один докладчик. Мы его приберегли до марта-апреля. Ну, сейчас дата будет уточняться. И также у нас будет проходить арктический симпозиум «Way to the Arctic». В ГТО действует и студенческая секция общества нефтегазовых инженеров. Если у вас есть проекты или идеи научных предприятий, которые могут заинтересовать руководителей общества, обращайтесь по адресу, указанному на экране. Владимир Гаас, Дмитрий Кончаров, Планета новостей. Владимир Гаас, Дмитрий Кончаров, Планета новостей. Владимир Гаас, Дмитрий Кончаров, Планета новостей. Владимир Гаас, Дмитрий Кончstones. Продолжение следует...